Перед начатком профилактического рейда обовязковый инструктаж «Чигунка» зона повышенной небезпеки, и, как вядома, кто попереджены, то изброены. Удельникам акции тлумажат, как необходимо себе вести, подчас проходжения маршрута, и раздают памятки с правилами повозина на «Чигунцы». Профилактические рейды изметы спинения и попереджения правопорушений на Гомельщине проводятся регулярно. И, как показывает практика, они являются актуальными не только для подлетков, а и для дорослых, бо порушают правила и те, и другие. Это и подростки, у которых имеется большое количество свободного времени, это и представители более старшего поколения. Всему этому является человеческая глупость и беспечность, которая приводит к большим человеческим трагедиям. У сего не кольких хвилин погрузки пассажиру, и этот яркий, компактный «Чигуночный» транспорт отправляется у круговый маршрут вокруг Гомеля. На его борте, кроме работников Гомельской «Чигунки», находятся супрационники транспортной милиции и в ушни середних школ. Маршрут руха обраны невыпадковых – это довольно активный участок «Чигунки», где означается наибольшая колькость порушений и несчастных выпадков. Утым лику администрационных правопорушений за делом неполнолетних. Как правило, их причиной заявляется детящее свободство. Трое несовершеннолетних гуляли уже с дороги и решили посторонние предметы положить на рельсы перед подходящим поездом. Машинист их увидел, сообщил нам, наши сотрудники выехали, задержали. Привлекать к административной ответственности будем родители. За поведением несовершеннолетних в течение полугода будут сотрудники милиции наблюдать, чтобы их поставить на профилактический учет. Подобные необдуманные учинки могут каштовать батькам до 10 базовых величин. Как правило, начинаючи с 14-ти годов отказны за их несуть уже сами юные порушальники. Однако, коли детей до «Чигунки» привабливая подлетковый романтизм, причиной правопорушений у дорослых заявляется невыконание элементарных правил особистой безопасности, что дивно тех, которые доброведуют новодети. Нельзя гулять на железной дороге, либо перебегать ее. Когда ты спешишь куда-то, тоже нельзя перебегать железную дорогу, потому что может поезд сбить. Вести себя надо аккуратно, самое главное, не прыгать на железные пути. Это очень опасно. И лучше отойти подальше от подъезжающего поезда, чтобы, не дай бог, он просто вас не заделал. Все лето на «Чигуночных шляхах» в области потерпели 18 человек, 12 загинули. Як свечи статисты, капричины троеды, частей за все заявляется знаходжение «Чигунцы» у нецверозом стане. Пероход шляхового в неустановленных местах, бездумные перебежки перед идущим техником. У такие моменты многие навод не задумываются. Подобная бестурботность у лепшим выпутком может обернуться администрационной отказностью, а коли не пошанцуя на огол, каштовать життя. Вероника Ворошилина, Александр Александронис, Телерадио, компания «Гомель».